здравствуйте друзья этим видео я открываю новую 12 часть своих уроков по home assistant сюда будут входить ролики посвященные вопросам интерфейса home assistant и сегодня мы поговорим про кастомную карту авто антитис это не просто удобная украшалка а реальный и мощный инструмент для управления мониторинга как всегда все коды ссылки показаны в этом уроке вы найдете в текстовом файле в описании штатный интерфейс home assistant называется lowlays своих предыдущих уроках в частности 3.1 я уже касался этого вопроса и рассказывал о возможностях его штатных карточек которые вы тут видите это такие карты как markdown entities геуч сенсор history всего их около 30 которые сразу доступны к использованию однако на самом деле их гораздо больше удобнее всего их устанавливать из аддона хакс в уроке 9.2 я рассказывал про его установку они находятся в разделе пользовательский интерфейс справа внизу находится кнопка добавления нажимаем и попадаем в каталог всех доступных элементов карта этого урока называется авто антитис она представляет собой надстройку которая управляет наполнением одной из стандартных карт антитис или гэнс и имеет для этого обширные гибкие инструментарий с которым мы сегодня и познакомимся нажимаем установить этот репозиторий в хакс после чего открывается окно с текущей версии продукта и ссылкой которую нужно будет указать ресурсах lowlays карта установлена теперь нужно добавить ее в ресурсы для этого нам нужен файл configuration яму в разделе lowlays тут должен быть активирован ручной режим яму необходимо открыть секцию ресурсов в которую мы прописываем путь показаны нам при установке дефис в начале строки уру говорит системе о том что это будет список в который можно будет добавлять новые ресурсы физически файлы кастомных карт сохраняются тут после открытия секции ресурсов нужно будет перезагрузить home assistant это разовая акция потом при добавлении новых карт достаточно будет в lowlays нажать на перезагрузить ресурсы далее нам нужен конфигурационный файл интерфейса который нужно создать при использовании режима ямл он называется you lowlays для урока я создам новую страницу в интерфейсе с названием панель управления и иконкой в виде клавиатуры для того чтобы самостоятельно формировать колонки на странице создаю вертикальный стек все его карты будут в одной колонке стеке создаю новую карту все сторонние карты начинаются со слова кастом после которого идет ее название как работает следующая опция show empty я покажу на примере чуть позже далее идет раздел карта здесь нужно будет указать какой картой будет управлять кастомная надстройка в примере эта карта сущностей в ней я отключил общий переключатель управляющий сразу всеми сущностями теперь создаем фильтр для наполнения этой карты включаем сюда целый домен все объекты которые начинаются со слова light сохраняем переходим интерфейс и нажимаем обновить у нас появилась новая страница и на ней карта антитис со всеми светильниками которые есть в системе видно их состояние можно включать выключать по сути это обычная карта сущности для удобства я буду добавлять каждой карте подпись эту мы назовем все светильники копируем созданные карты только теперь с названием активные светильники кастомная карта ровно такая же пока но теперь мы уточним выборку добавляем состояние включено смотрим что получилось новая карта фильтрует только включенные светильники причем изменения отслеживаются в онлайне карта заполняется динамически в зависимости от состояния светильника стандартная карта сущности умеет показывать дополнительную информацию ее можно вывести и тут в этом случае удобно смотреть последние изменения теперь видно не просто включенные светильники но и время сколько они уже включены аналогично можно создать карту и например для домена switch реле и выключателей и видим все что у нас данный момент включена и когда кстати отсчет времени начинается с момента последней перезагрузки home assistant домены это хорошо но слишком уж стратегически поэтому перейдем к более мелким выборкам сделаю новую колонку прописал новый стек него вставим карту для сенсоров движения основой тут будет та же карта сущности но фильтре уже не весь домен а объекты название которых начинается на бинарный сенсор а заканчивается на движение что в середине значения не имеет выбираем только включены смотрим что вышло сейчас на карту вывелся только один активный датчик а если я пройдусь по квартире то буду оставлять за собой следы с включенных датчиков движения на примере датчиков открытия посмотрим как надстройка будет работать с глэнс картой у нее я отключил отображение состояния так как она уже фильтруется надстройкой фильтр выбирают все бинарные сенсоры заканчивающиеся словом контакт карта выглядит так она более компактная по вертикали чем карта сущностей но как по мнению настолько информативная изменение тоже в динамике поехали дальше теперь возьмем сенсоры с цифровыми показаниями например потребляемой мощности в реле и розетках они начинаются слова сенсоры заканчиваются на power фильтр добавим второй раздел исключений и в нем укажем условия состояние менее 10 все сенсоры попадающие под это условие от сеяться смотрим что получилось у нас отображаются только потребители с текущей мощностью более 10 ватт все изменения тоже будут динамики по аналогии делаем вывод сенсоров влажности тут исключаем все показания которых превышают 30 процентов проверяем карту все показания здесь менее 30 процентов что соответствует нашим условиям по этой же схеме можно выводить и датчики температуры например те что менее 20 градусов цельсия конечно сюда просто просится карта выводящая уровень заряда батареек добавлю ее в новый стек кстати звездочку можно использовать несколько раз в этом примере будут появляться все сенсоры где в принципе есть слово батарея причем не важно в каком месте для наглядности я поставлю отбойник 70 процентов но реально я использую значение в 30 тут на карте появились еще и сенсоры с значением неизвестно почему же это может происходить в данном случае проблема в том что для датчиков zigbee2mqtt не установлен параметр retain значение в брокере не сохраняются поэтому и не видны после перезагрузки инстанса до своего первого обновления если отметить этот параметр то будет считываться последнее сохраненное значение как только датчик передаст новое значение данные уровне заряда обновятся значение неизвестно также можно отсеять на уровне фильтра кроме этого полезной будет карта которая будет показывать сработки аварийных сенсоров под аварийными я понимаю сенсоры утечки воды и датчики дыма те которые имеют статус включена ни одного активного аварийного сенсора у меня сейчас нет поэтому карта пуста и выводится в виде небольшого прямоугольника тут мы возвращаемся к нашему параметру show empty отключим его указав files карта исчезает полностью она отобразится только тогда когда мне появится хоть один объект теперь создадим еще одну карту для домена светильников но на этот раз отображающую отвалившиеся точнее недоступные светильники фильтровать будем по состоянию unavailable show empty отключен все светильники доступны карта пустая дерну по питанию одну из люстр посмотрим как отреагирует карта вот в карте появилась две сущности основной свет и амбилайт люстры и light 650 после перезагрузки люстра вновь станет доступные карта исчезнет по аналогии создаем карты недоступность для домена свечей и еще одну карту в которой я объединил два домена сенсоров и бинарных сенсоров тут нагляднее видно как выглядит несколько пустых карт поэтому я предпочитаю их вскрывать на этом думаю информации для одного урока более чем достаточно если у вас остались вопросы задавайте их комментариях под этим видео если видео вам понравилось ставьте лайки если вы не хотите пропускать новые выпуски подписывайтесь на мой канал также напоминаю что все интересные новости обновления а также купоны и акции на товары умного дома вы всегда можете увидеть моем telegram канале ссылка в описании до свидания до новых встреч субтитры сделал DimaTorzok субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok